Всем привет! С вами Вова Кенжи и передача Легенды Футбола. Мы продолжаем снимать второй сезон, Next Gen, а это значит, что мы будем говорить только о футболистах, которые только стремятся к гордому званию легенда. И сегодня мы с вами поговорим о лучшем левом защитнике мира, о Давиде Алаба. Давид Алаба родился в австрийском городе Вена и с самого рождения уже сломал систему. Дело в том, что Давид сын нигерийского принца, который стал диджеем и филиппинской королевой красоты. Сам при этом австрийц. Австрийский афроазиат с шикарным генофондом для шоу-бизнеса, однако паренька потянуло в футбол. Несмотря на то, что отец Давида владелец мега популярного клуба в Австрии, хотел, чтобы сынка стал музыкантом, он не стал препятствовать желанию Давида и в 10-летнем возрасте отправил его в школу в Венской Аустрии, где за 4 года Давид добился невероятных успехов. На него вышли скауты Ливерпуля, Арсенала, Баварии. И выбор, конечно, был сделан в пользу Бундеслиги, ведь Давид знает немецкий язык и Германия как-то поближе к родине. Давид искренне ненавидел Баварию. В своих интервью он неоднократно вспоминал, как его раздражала эта команда, которая всегда скупала всех звезд и разъезжала на красивых красных автобусах, а ее игроки вели себя как пижоны. Несмотря на это, именно в Баварии Алаба предстоит раскрыться как футболисту и стать звездой. В 2008 году Алаба стал футболистом молодежной команды Баварии, а уже через полгода стал выступать за резерв красных. В сезоне 2009-2010 австриец впервые попал в список дублирующей команды Баварии. Дебют игрока за второй состав мюнхенцев состоялся в августе 2009-го в матче региональной лиги против Динамо из Дрездена. 29 августа Алаба забил свой первый мяч в составе второй команды Баварии. После такого успешного старта Давид достаточно скоро был включен в заявку основного состава баварского клуба для участия в Лиге чемпионов. Начиная с января 2010-го года австриец начал тренироваться с первой командой Баварии. Тогда Луи Ивангал испытывал проблемы с составом и попытался закрыть дырку молодым австрийцам. 10 февраля 2010-го года Алаба дебютировал в основном в составе Баварии. В поединке Кубка Германии против Гройтерфюрт он вышел на замену и тут же отдал голевую передачу на Франко Рибери, который забил победный гол. Вскоре австрийц дебютировал также и в рамках Бундеслиги. Причем Алаба стал играть не в центре поля, где он привык действовать, а на позиции левого защитника, попутно став самым молодым игроком Баварии в истории, опередив предыдущего рекордсмена Тони Кросса. Затем были матчи Лиги чемпионов против Леона и Ферентины, в которых Алаба показал себя с лучшей стороны и приглянулся болельщикам. Правда, когда все лидеры команды выздоровели, Давид отправился обратно в резерв. Затем в 2011 году последовала аренда в Хофенхайм, где Алаба хорошо себя проявил и поднабрался игровой практики. Он успел сыграть 17 матчей за синий-белых и забить два гола, по окончании сезона вернувшись в Мюнхен двужильным бровочником для основного состава Баварии. После возвращения в Баварию футболист стал регулярно появляться на поле. Юб Хайнкес вводил австрийца в состав постепенно, выпуская его вместо Филиппа Лама, а затем просто перевел капитана на правый фланг, так как австрийц действовал очень уверенно на левой бровке. В таком составе оборона Мюнхена действовала увереннее всего, и клуб добрался до финала Лиги Чемпионов. Но Давид пролетел мимо последнего матча турнира, на этот раз из-за дисквалификации, полученной в полуфинале с Реалом. Бавария тогда трофей не завоевала, зато год спустя в 2013 в финале Лиги Чемпионов была оповержена Дортмундская Боруссия, и Алаба провел на поле весь матч, принеся огромную пользу своей команде. Кстати, реализация Давидом пенальти в Суперкубке Уэфа также принесла трофей Баварии, так что можно смело считать остриться с счастливым талисманом команды. Да и Бавария крепко держится за него, продлив с игроком контракт до 2018 года. Алаба является основным футболистом Мюнхенского клуба и пользуется полным доверием со стороны наставника Хосе Пагвардиолы. Давид полностью доволен собой своей карьерой и теперь совершенно другого мнения о Баварии. Надевая форму Баварии, я играю за один из лучших клубов мира. Это великая возможность, которую мне подарила жизнь. К сожалению, сезон 2014-2015 смазался из-за травмы, полученной в поединке с Ромой. Алаба провел всего 10 матчей в Бундеслиге и должен вернуться на поле только в середине января. Но я уверен, что после возвращения Давид быстро наберет форму и станет лучшим левым защитником мира. В 22 года Давид Алаба уже достиг невероятных достижений. Трижды выиграл чемпионат Германии, брал Кубок и Суперкубок страны, становился обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка Уэфа. Многие футболисты не могут похвастаться такими успехами после завершения карьеры, а у темнокожего австрийца все только начинается. Давид Алаба дебютировал за сборную Австрии в 2009 году, опять же оказавшись самым молодым в истории команды. Ради Австрии Давид проигнорировал приглашение от сборных Нигерии и Филиппин, за что фанаты австрийской команды буквально боготворят игрока, а тренер раз за разом делает на него ставку. Алаба ожесточенно борется за цвета австрийского флага и почти затащил сборную на чемпионат мира в Бразилию. И даже во время травмы находит время, чтобы приехать и лично поддержать свою национальную команду с трибун стадиона. Подытожим. Сильные стороны. Выносливость. Техника. Скорость. Цепкость. Игра на втором этаже. Слабые стороны. Говорят, что парень идеален, но порой много на себя берет в игре за сборную. Стоимость. 35 миллионов евро. На кого равняться? Биксант Лиза Розю и Гаррет Бейл. Прогноз. Давид играет на позиции левого защитника, однако он может повторить судьбу Гаррета Бейла и выдвинуться максимально близко к атаке. Ведь он обладает хорошей скоростью, дриблингом и видением поля, у него поставлен удар, да и не стесняется он брать инициативу в свои руки. Я уверен, парню светит большое будущее, золотой мяч, возможно переход в Реал, Барселону или МЮ, победы в Лиге Чемпионов, звание лучшего футболиста своей страны. Все это он сможет добиться, если приложит максимум усилий для своего развития. А зная, что Давид очень хорошо воспитан и крайне религиозен, с него пример берет даже Франк Рибери, то можно быть спокойным за будущее афроазиатского австрийца. Ну а на этом все, вы смотрели передачу Легенды футбола. Подписывайтесь на канал Кенжи Тейлс, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте и выбирайте там следующего героя нашей передачи. А самое главное помните, футбол это не только интересное зрелище, но и увлекательная история. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok